А без Бога никаких дел нету, а так дым один, дымное надмение мира. А вы кем работаете? Важный вопрос. Да все же работают. Вот я с вами работаю сейчас, рассказывать о Боге, о вечности, для чего человек живет. Что рулетка это переход через темный тоннель в ад. Что такое Бог, сможете сказать? Что такое? Что такое? Бог. Что такое Бог? Да. Бог это творец мира. Что? Бог это творец мира, сотворивший все, всюду присутствующий, безначальный и вечный, который сотворил человека. Молодцы. А зачем существует человек? Чем что? Зачем существует человек? Это слово какое-то непотачем. Служит Богу человек или для чего живет? Да. Для того, чтобы найти Бога, познать Его заповеди и жить по Ним, чтобы в вечности быть со Христом. Ибо Сын Божий Христос умер за грехи людей. Чтобы люди поверили в это. Вот вы идете, вам трудно видеть. Видите, какая книга? Как называется? Библия. Библия. Это семь книг в этом переплете в одном. А вот ее мама работает в церкви. Что ли, это твоя мама? Так что? Мы сейчас будем через церковь проходить. Что-то вы идете так? Это звук непонятен. Еще раз скажите. Мы сейчас будем через церковь ходить. Через церковь? Ну, правильно, православная церковь, в нее надо ходить. Сейчас, тем более, великий пост идет. Две с половиной недели осталось до Пасхи. Да, у меня мама держит пост. А вы, девчонки, ходите в церковь-то? В церковь, но я с родителями хожу, и да. Что вам сказать-то? Вот вы здесь в рулетке, это очень даже опасно. Чем? Опасно, потому что здесь приходят люди для определенной цели, для гнусной. В смысле? Здесь половина мужиков в головах валяется, и жут только одного разврата. То есть то, что смертельно для души человека. Вы знаете, я, короче, там встретила одного голого мужчины, и на него сделала, чтобы его, короче, заблокировали. Он хотел быстро заблокироваться, и дали мне 300 рублей. Что я сделала помощь. Понятно, глупости, глупости. Здесь не надо быть вам. Здесь ни одной мусульманки нету, запомните. Мусульман 80%, а мусульманки ни одной. Есть. Ну, если она пришла, случайно там что-то увидела. Они не будут себя показывать. Эти показывают то, что показывать нельзя. А вы их ругаете? Вы что? Вы их ругаете? Зачем же ругать? Я должен им возместить слово истины, как проповедник. Что ждет человека за это? Написано, пьяницы, прелюбодеи, царствие Божие не наследует. Они будут в вечном огне с сатаной, где плащ искрежет зубов. А вы знаете, сможете сказать мою судьбу? Что-то вы идете, так плохо ветер отдвоит слова ваши или что? А вы сможете сказать мою судьбу? Судьбу? А вот такой судьбы, как у людей, понятно, зафиксированного момента нету. Бог дал свободу человеку и говорит, придите ко мне, все труждающиеся обремененные, я успокою вас. Возьмите игорь мои на себя и научитесь от меня, ибо я кротых и сменен сердцем. Как ваше здоровье? Здоровье с Богом всегда хорошо, если с Богом человек. У него и дела идут по-другому, и он знает, что впереди его ждет. Если он верит в Бога, после суда Божия, он окажется с правой стороны, а не с левой. А которые слева, они называются козлами, они будут вечно мучиться в огне. За долготерпение твое. Все спрашивают, как дела. С Богом дела идут совсем не так, как у людей мира сего. Ибо Бог охраняет, направляет и уразумляет. А если человек не верит в Бога, он не знает, для чего живет. Сатана обольстил его. Его ждет только море огня, где дьявол мучиться будет во веки веков. Как Серафим Саровский говорил, вот если бы эта комната была вся наполнена червями, и каждый червь тебя бы прогрызал, ну, немножко потерпеть надо, хотя бы лет сто. Потому что за этим целая вечность стоит. И быть со Христом. А люди не знают этого, показывают пальцы там какие-то. Если все вместе, вот несколько ребятишек, они крещат, визжат, как бесеняты. Как это так? То есть они не учатся тому, чтобы научиться у человека, который знает больше, чем они. Они не учатся, они просто оскотинились. И это печально. Этим людям руководить государством они долго жить не будут. Потому что самое злодейство в них. Как собрались тут, как весенние жеребцы на выходе кобылы. Один за другим. Показывают свои органы. Не голову показывают, а то, что ниже пупа. Ну, все, что говорить. Да, нет, я нормально. Только не ругайте, чтобы не заругались. Не, нормально. Вот нормально, это значит, когда человек знает, что написано в этой книге. Почему? И тогда живет по этим заповедям. Потому что... Это же не всегда именно в этой книге. Есть же другие книги. Коран есть. Ну, Коран вы считали? А вы Коран считали? Нет, я не считал. Я, в принципе, у меня своеобразная вера. А вот смотрите. Ага. Что написано? Я понятия не имею. А вера не может быть своеобразная. Потому что Бог дал закон. А не просто я подумал и буду делать как есть. Бог установил зиму, лето, ночь, день. А я дуду по-своему. Ничего, ты войдешь в эти рамки. Ночью будешь ходить, тебя поймает милиция. День дойдется для того, чтобы люди работали. А ночь для того, чтобы спали и молились. Так у Бога законы свои. И мы желаем или нет, мы все равно их будем понимать. Закон тяготения земли. Мы не можем прыгнуть до луны. Все можем. Бог установил закон, чтобы мужчина... Мужчина был хозяин в семье, не подкаблучник. А люди бороду бреют. Свет свою, говорится. Все под... Бороду-то Бог дал мужчине. Она почесалась. Жена, жена любит бороду, но я уже не могу ее носить. У меня большая была. Ну и что? Ты Богом сотворен. Ты не имеешь права портить эту картину. Это Бог тебя сотворил. А жена, да жена какую власть-то имеет? Она нуль. Жена, говорю, любит бороду. Я про это и говорю. Даже в этом вопросе-то она правее тебя оказалась. Ну а что же сделаешь? Нет, ничего не сделаешь. Она симпортная, она у каждого своя. А вы в храме были когда в православном? Был. Посмотрите, образ Иисуса Христа с бородой. Образ пророков всех ветхозаветних с бородами. Образ апостолов и святых с бородами. А сегодня-то люди-то это отребья земли. Они ничего не знают. Им лишь бы только одно. И лечь спать неизвестно с кем. Ладно, Бабь, всего хорошего тебе. Вот у нас большой есть видеоканал. Можете зайти, увидеть там, посмотреть, какое богатство. Во свете Библии называется канал. Хорошо. С Богом. У тебя, Господи Божий наш, нет иных богов. Все интересно там. Какие бы ни были люди, как дела? Вам дела-то никакого нет до моих дел. Это нам до вас есть. Сказать о Боге, о вечности. Потому что здесь собрались люди не для добра. Но вы хотя бы одеты. Тут половина раздетые мужики валяются. Процентов 80 мусульмане вас призывают. Вы должны откликнуться на этот голос. А так вы что, меня показываете? Я сам себя вижу каждый день. Ладно. Что вы делаете в счет Рулинаки? Мы здесь делаем то, что приносим благую весть. Мы молимся так, Господи, пошли добрых проповедников, миссионеров, к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И возвести им о любви Твоей. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына, своего единородного Иисуса Христа, на казнь. Дабы человек не погиб, но веруя в Него, имел жизнь вечную. Вот для чего мы тут находимся. Да, нам это все по риторике рассказывали. В этом прессе поднем месте, да. А много вы вообще плохих людей встретили? Что, много ли нашли людей таких? Да. Ну, как считать? Я вот нахожусь здесь уже 73 дня, наверное. Ну, десятка-то полтора уже. Есть людей, которые откликнулись на наших ресурсах, давно уже находятся. У нас очень большой видеоканал «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Да, я найду. Вы были там? Нет, я найду. Такого канала больше нет нигде. Там 14 700 роликов. А если... Да, там... Ну, 34 тысячи подписчиков и 33 миллиона просмотров. Угу. Вот там на все темы, беседы, занятия идут. Как мы деревню православную строим. А вы еще деревню строите? А где вы живете? Да, православная деревня, где с человека первый разговор с ним ведем, если он докажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Хорошо. Ладно, спасибо вам за курс. До свидания. Вы заходите, если вам нужно будет по скайпу поговорить, чтобы вопросы будут. Просто зарядите Игнатий Лапкин. Я один с этой фамилией именем. На весь интернет. Я запомню. Спасибо. До свидания. Храни Господь, если ты человек нормальный. Я не видел вас. Да, я просто голой сижу. Извините. Вы знаете, что вас ожидает тут большая неприятность? Потому что дали вот эту релятку, чтобы открыто можно было делать то, что нельзя делать нигде больше. И люди с ума сошли. И старая и малая тут спят, валяется, половина голая. И этому всему придет конец. И люди не понимают, на какую бидонию пришли сюда. И мы пришли им возместить слово истины, которую Господь Бог Сидержитель изрек в этой святой книге. Если вас что-то интересует о душе своей, вы можете зайти на наш видеоканал. Он называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. Это огромный видеоканал. Там у нас 14 700 роликов. Как строим православную деревню. Как люди живут, как молятся, как храм построили. Все своими силами. Государство ни рубля нигде не дало. Хорошо. Смотрю. Вот зайдите, если вас Господь потревожит, будут у вас вопросы, получите ответ. Вы зайдите по скайпу. Игнатий Лапкин. Два слова. Вы сразу на меня выйдите. По скайпу. А если во свете Библии поставите сайт, то зайдете на наш сайт. Ему тоже равных в интернете нет. Там море. 50 книг насчитано, аудио. Какие фильмы. Вопросы и ответы студентам. Все по вере. О вере. Потому что вот сегодня здесь кучу собрались. Это Содом и Гамора перед сожжением. Так не будет все время. Понятно. У вас вопросы есть какие-либо духовные? Нет, нет. Ничего нету, да. Ну все, тогда расстаемся с Богом. Хорошо. Да, я вас слышу. Спасибо большое. А как у вас дела? Все спрашивают про дела. Да мои дела-то какие дела? Если я верующий в Бога, значит дела идут по Божьей воле, если мы стараемся. А у неверующих дел нет. Мой Бог, что вы думаете, было хорошо. А у неверующих дел нет. А дымное надмение мира. Друг перед другом. Это место, куда собрались специальные люди. Как будто бы Содом и Гамора готовятся к сожжению. Одно блудодейство. Государство пойдет, если вы такие растете. Бога не знаете. Слово Божие не считаете. Вот эту Библию читал когда-нибудь? Вот если у вас есть православный храм, сходите в храм, помолитесь. Посмотрите, узнайте, кто на иконах изображен. А вы здесь... Один. Ну это хорошо, крестик можно носить. Сегодня крестики у многих. Но здесь люди приходят не для доброго дела. Вам тут очень не полезно быть. Это место очень нехорошее. Здесь совсем нехорошо. Только если люди думают быть в аду, в огне, гореть с сатаной, тогда им разницы нет. Христос умер за грехи людей, чтобы люди жили по Его заповедям, свято, получили прощение. А здесь ничего этого нет. Здесь ругань, хамство, блуд, разврат такой страшный, что делают люди. Они не ждут суда Божия. А человек, который знает про суд Божий, он так себя не ведет. Вот у вас, если есть возможность, зайдите на наш канал. Называется «Во свете Библии». «Во свете Библии» канал. Как еще раз? «Во свете Библии». «Во свете Библии». Понятно. Так вы забудете, вы запишите. Это огромный канал. Огромный. 14 700 роликов. «Во свете Библии». А потом напиши «Игнатий Лапкин». Меня звать. «Игнатий Лапкин». И вы сразу найдете. Если у вас будут вопросы, по скайпу поговорить. Да просто зарядите «Игнатий Лапкин», и вы меня найдете. Мы строим деревню православную. Я был начальником детского лагеря 45 лет. Я знаю вас, ребятишки, с чем вы дышите. Вам нужна крепкая узда. Крепкая. И тогда вы будете ходить как надо. А так, что сегодня распущенность, родители не слушаются, из дому тащат, наркоманят. А какая же это жизнь-то? В своей семье мира нет. Надо для Бога жить, как Господь повелел, заповеди его знать. Встал, помолился. Уходишь, перекрестись и скажи перед дверью. Отрекаясь сатаны и всех дел, и всех ангелов его. Перекрестись впереди себя, никого не бойся, чтобы тебя никакая, говорится, чума не тронула. Никогда в чужой дом не заходи никому, потому что это очень опасно. Воруют и мальчиков, и девочек. Кинднеппи называют. Берегите себя. И мы сюда вот и пришли, в эту мерзость. По-другому не называют, грязь и мразь. Чтобы людям рассказать о Боге. Ребятишки, как о сатанелы, увидят, крещат, что попало. Они ничего не знают совершенно. Показывают пальцами всякие мерзости. Это невероятно. Южные народы всегда имели уважение к старости, как сакалами называли. Совет сакалов. А здесь им ничего не надо. Они визжат, прыгают, и ни святости нету, ни целомудрия. У вас, может, какие-то вопросы есть? Вы можете задать. Я вот в школах вел, в тринадцати школах вел занятия, и в пяти институтах сразу. И ученикам рассказываю. Вот они интересуются. Иногда уже по конец расскажу, что значит ваши имена. Как имя, как оно переводится на русский язык. И что имя твое влияет на твою дальнейшую жизнь. Давай. Ты скажи. Вы в МойЛРе, МойМир знаете такую систему? МойЛРу, МойМир. Да. Вот зайдите там, Игнатий Лапкин. Вы там посмотрите. Двадцать две тысячи нашей фотографий. Там все показано. И как в храме, и как дети ходят по ягодам, и как купаются, игры какие. Вам, как ребятишкам, было бы интересно. И все с молитвой. Плавают на лодках, катаются на лошадях. У нас очень интересно. И у нас нельзя даже к девочке пальцем прикоснуться. Как и она. Какие игры бывают. Футбол играет, баскетбол. Такое греха, который они несут. Я вот уже семьдесят три дня здесь нахожусь, насмотрелся. Это ужасно. Люди, как в Писании написано, они ничего не знают. А что знают по природе, как бессловесные животные, тем расцлевают себя. Ничего больше нету, кроме блуда, пьянства, наркотиков. И все едят, и пьют, едят, и пьют. Голые. И мы пришли сказать им. Грядет суд Божий на все это. Это все Господь испепелит в один день, показывает тело. А что такое тело? Это корм червям могильным. Корм. Обед. Столовая. А если ты веришь, ты воскреснешь из мертвых. Христос придет судить этот мир. Все до одного человека воскреснут. И одни пойдут налево, другие направо. Налево грешники, козлами называются. И они будут мучиться в огне вечным сатаною. А верующим в царстве Божием. Верующие. Господь говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Ну что, ребята, будем расставаться? Храни вас Господь. Потом встретимся. Да благословит Господь. Как ваш... Какay. Поведущим. Какой голос. Какая голос. Люблю.